Быстро бегать, интенсивно отжиматься, метко стрелять. Учащиеся Пензенской школы номер 32 умеют на отлично. Своё мастерство они демонстрируют в рамках показательной сдачи норм ГТО. Им необходимо преодолеть шесть испытаний. Мы понимаем, что ГТО – это не вид спорта, это критерий оценки жизнедеятельности человека, насколько он сегодня готов жить долго и счастливо. Поэтому мы предлагаем сегодня в пробном, в пилотном формате провести вот такие тесты. Школьники должны почувствовать, что у кого есть какие-то слабые стороны, сегодня для них есть возможность просто протестировать себя. Привлечь к занятиям физической культуры как можно больше людей, в частности, среди подрастающего поколения. Это одна из целей введения сдачи норм ГТО. Указом президента страны они были возрождены в 2014 году. На сегодняшний день только в нашем регионе к движению присоединились уже десятки тысяч человек. В нашей Пенинской области активно поддержали это направление. И за это время, начиная с 2014 года, у нас в Пенинской области почти 76 тысяч человек приобщились, сдали нормы ГТО. И более 17 тысяч человек получили заслуженные знаки, отличия. Сегодня в Пензе действует, работают 28 спортивных площадок по сдаче норм ГТО. Мы в лидерах Российской Федерации. По прошлому году мы заняли седьмое место. Основные лидеры в нашем регионе – это Пензо-Заречный. Там своя система подсчетов между сдавшими, записавшимися и получившими значки. То есть вот эти три параметра, которые собираются воедино, и оттуда выходят результаты. В текущем году в регионе будет построено еще четыре специализированные площадки для подготовки населения к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Их обустройство будет вестись в рамках федерального проекта «Спорт. Нормы жизни».